Я начал весь свой сознательный возраст, уже занимаясь борьбой, поэтому борьба, спорт и жизнь — это мои, в принципе, непосредственные партнеры друг с другом, и поэтому я не могу сказать, как бы я жил без спорта, потому что я еще ни разу не жил без спорта. Ну, я в борьбу пришел с второго класса, родители меня отдали в самбо-70, и после этого стал учиться там и тренироваться. Ну, я помню открытые ковры, когда я выигрывал, на разряд победы набирал, потом помню свою первую медаль, в пятом классе она была. Ну, медали у меня до этого были, но это было первый раз, когда я на первенстве в Москве третье место занял в пятом классе, мне тогда пятерку в физкультуре за это поставили. Нам тренер всегда говорил, что мы делимся на две категории — те люди, которым надо помогать, и те, которые сами будут что-то делать. Я сначала был в категории тем, кто сам что-то делал, потом, когда тренер меня увидел, он же стал помогать. Ну, в принципе, самое вот такое правило было, которое он говорил, какой ты в жизни, такой ты в борьбе, и какой ты в борьбе, такой ты в жизни. Там, грубо говоря, ты не замечаешь мелочей в борьбе, значит, и в жизни такое же. Ну, и, в принципе, это все всегда выливалось в жизнь или в борьбу, и он всегда там указывал людям, говорил, вот ты там в раздевалке мусоришь, вот такой ты в борьбе, вот из-за этого ты проиграл. Все хотят зрелищно выиграть, я думаю, тут у всех это в голове, это же красиво, и сам получаешь какое-то моральное удовлетворение. Но всегда я сконцентрируюсь только на победу, надо все-таки выигрывать любой ценой. Ну, я помню первый свой профессиональный бой, и у меня был такой момент, я сошелся, это в Брянске было, с Изотовым Юрием, я сошелся с ним в борьбу, и как-то я так подумал, что можно так спокойно разорвать дистанцию, а тут мне правый боковой прилетел, у меня потом глаз так сильно заплыл, даже он прямо в бою заплыл, вот, и я тут подумал, ой, тут так же нельзя делать, надо обратно в борьбу, а потом уже тут отчет, оттуда что-то думать. И после этого я 10 раз думал, как сближаться с дистанцией, как расходиться, вот, поэтому мне так просто это не удалось на самом деле. А психологически тяжелый бой был в Грозном, потому что я был как-то не у себя дома, и там, можно сказать, 100% публики болели за моего оппонента. Мне было как-то очень тяжело, меня там, можно сказать, никто не поддерживал, кроме тренеров и секундантов. Это было тяжело, я как-то очень тяжело к этому готовился, я даже на тренировке у меня было такое, что я очень сильно горел. Мне тренер, Саша Сидорин, постоянно говорил, Андрей, ты что делаешь? А я даже не понимал, у меня какие-то мысли всегда были посторонние. Мне было очень тяжело к этому бою подготовиться, вот, именно психологически, плюс еще надо было вес гонять. И, ну, там тоже такой момент получился, что когда я его ногу схватил, я понял, что уже все можно сейчас в борьбе все закончить. Ну, и, в принципе, я это и сделал. Оправдать ожидания, это, наверное, первая мысль, которая приходит, мысль ответственности, что ты подставляешь не только себя, но и, там, всех своих близких, весь твой тренерский штаб, что люди, не только ты один готовился, а люди вокруг тебя, которые окружали тебя все, все твое время подготовки, они, можно сказать, тоже готовились, и они что-то от тебя ждут. И, конечно, если ты проигрываешь, тут переживания, конечно, очень сильно увеличиваются, ты понимаешь, что ты не один переживаешь. Плюс у тебя еще родственники, есть родители, которые, они беспокоятся не за то, что за то, что ты проиграл, еще и за твое здоровье. Я считаю, что интерес у человека проявляется к тренировкам в его голове, вот, поэтому, если он пришел на тренировку, ему понравилось, у него сложилось же первое впечатление, то он будет и дальше ходить, как бы ему тяжело ни было, он даже может быть сделать перерыв, но потом все равно вернется, потому что ему это было интересно. Клуб Рот тогда очень давно слышал, я выступал по любительским соревнованиям, и всегда слышал о команде, что у них есть там свой дух, свои обычаи, вот, ну, как-то это было все закрыто для меня, и поэтому я, как-то, был далеко. Потом я почувствовал, что мне нужно какое-то развитие, вот, я там с Сергеем Хандошко гружил, там еще там с ребятами, они мне говорят, приходи в клуб Рот. Ну, я, в принципе, сразу же искал, конечно, пойду. Потом пришел, познакомился со всем, влился в коллектив, стал дальше тренироваться. Победы у меня были вот приемы, которые называют Ключаков, и я хотел бы сказать немного не важно по этому поводу, потому что очень много ошибок и очень много не сделано Ключаков Бонска, то есть только из-за того, что мы допускаем очень много не важно. Первое, это заход... Продолжение следует...